Друзья, всем большущий привет! На протяжении многих лет умельцы пытаются изготовить самоделку для дровяной печи, чтобы уменьшить количество дров в целях экономии и увеличить ГПД. Сегодня я покажу вам, как сделать одну из таких самоделок, которая очень хорошо себя зарекомендовала. Итак, ближе к делу. Берем отрезок профильной трубы и отрезаем кусок по длине вашей топ. Торца отрезка необходимо заварить, чтобы получилась герметичная емкость. При помощи данной самоделки возможно сэкономить на отоплении до 40-50% и увеличить время горения одной закладки дров в полтора раза. К примеру, одна закладка дров горит 1 час 10 минут, а при использовании нашего самодельного устройства время горения увеличивается до 1 часа 40 или 50 минут. В народе самоделку нарекли вечным поленом. Итак, а как же оно работает? Значит, наше вечное полено заполняем водой, помещаем в топку и обкладываем дровами. Дрова поджигаем, они разгораются и согревают емкость, из которой вода в виде пара выходит через отверстия. По мнению изобретателей, паровая обработка дров улучшает горение и нагревание теплообменника. А откуда же взялась эта идея? Возникла она из общеизвестной информации, что в воде содержится кислород и водород. Кислород поддерживает горение, а водород и сам хорошо горит. Если расщепить воду на эти компоненты, то получается отличное топливо. И именно поэтому в паровозные топки периодически подается именно вода. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, друзья, наше вечное полено готово, я решил его покрасить термостойкой краской, тем самым замаскировать, чтобы наша печь не заметила подвоха. Заливаем воду... Ну а теперь дарим это полено самому нелюбимому соседу или выбрасываем в мусорку, потому что оно абсолютно не работает. Я ранее сказал, что оно очень хорошо себя зарекомендовало. Да, это так, но только зарекомендовало не с лучшей стороны. Почему же оно не работает? От водяного пара дрова будут гореть только хуже. Чтобы от воды добиться эффекта горения, ее нужно разложить на кислород и водород. В печи это можно сделать только термолизом. Распадом вещества под воздействием высокой температуры. Температура должна быть свыше полутора тысяч градусов. В бытовой печи это сделать нереально. С нашим поленом все дело будет происходить по следующему сценарию. Вода в емкости закипит и превратится в пар. Попадет на дрова, тем самым собьет пламя и снизит КПД горения. В течение 15-30 минут вода выпарится, попутно забрав с собой тепло и вынеси его на улицу через трубу. Когда вода испарится, емкость раскалится и мертвым грузом будет лежать в топке. Кстати, на нагрев емкости, на закипание воды и потом далее поддерживание температуры нашего полена, на все это будет уходить энергия нашей печи. Вот и все полено. Единственный способ увеличения КПД печи это сухие дрова. Используйте сухие дрова и будет вам счастье. Друзья, обязательно поделитесь в комментариях вашим мнением, что вы думаете по этому поводу. Если вам видео понравилось, поддержите лайком, обязательно поделитесь с друзьями. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Я всем желаю всего самого хорошего. Всем пока-пока.